Два напряженных дня и более 150 лучших борцов со всей России и не только. Спортсмены с успехом, окончившие предварительные поединки, сегодня волнуются больше всех. Финальные схватки, самые напряженные, заранее предугадать итог встречи невозможно. В своей победе сомневалась и Алина. Москвичка в финале встретилась на ковре с рослой соперницей из Менделинска. Девочка из столицы сама не поняла, как ей удалось выиграть этот бой. Я вот сильно с ней переживала, конечно. Из-за ее роста, то что по физически, ну и как-то переборола волнение. Волнение это. И три броска сделала и выиграла. Завоевать титул чемпиона в весовой категории свыше 95 килограмм удалось и вот этому 17-летнему борцу из Волгограда. Михаил рассказывает, что после длительного перелета он успел поспать лишь полтора часа и сразу прибыл на соревнования. Но даже усталость не помешала борцу выиграть золото. Профессионально Михаил Миронов занимается греко-римским видом, а борьбой на поясах уроженец Волгограда начал увлекаться лишь в сентябре этого года. Несмотря на это, старт в карьере можно считать успешным. Переживал чуть-чуть, конечно, было маленькое волнение, что приехали с Волгограда, не перейдя на самолете, можно сказать, около 2000 километров, боялся просто поиграть. Что я приехал один с города Волгограда и надо было по-любому выигрывать. Вот настроился на победу, выиграл. В каждом весе определилась тройка призеров. Некоторых места даже пришлось разделить. Нижнекамцы тоже сумели отличиться. Почти половина участников, представлявших наш город, стала призерами, а несколько спортсменов и победителями. По сравнению с прошлым годом выступили намного лучше. В прошлом году всего было три призера с моей школы, больше не было. В прошлом году очень много иностранных команд было. В этом году один Казахстан, но команд все равно много. По составу маленечко слабее, но зато тоже очень много было команд приезжих. Все финалисты получили кубки и награды. Турнир памяти Шамиля Садреева оставил прекрасные впечатления у спортсменов. Турнир прошел очень хорошо, очень красивая борьба, были очень хорошие соперники. Но я боролся и занял первое место. Не первый раз уже. Не такой сложный турнир. В Нижнекамск мы приезжаем ежегодно, уже четвертый год, на турнир послуженного мастера спорта России Шамина Садреева. И всегда организация на очень высоком уровне.